Русская народная сказка А называется она сегодня Король растеряха То есть тот, кто всё время всё теряет Вот давным-давно В далёкой-далёкой стране Жил король Король был очень хороший, добрый Но у него был один крупный недостаток Он был страшный растеряха Часто он терял свою королевскую обувь Иногда он не мог найти своего кольца с бриллиантами Бывало, даже он терял золотые ключи От своей казны В общем, как вы понимаете Это был очень забывчивый король И вокруг него всегда была суета А слуги искали потерянные вещи И вот однажды Царь Встал рано-рано-рано утром Очень важный гость Должен был прийти к нему в замок В этот день А гостем-то был король соседней страны И царь хотел встретить его в лучшем своём виде Он потратил целых пять часов, чтобы подготовиться Во-первых, он принял ароматную ванну Потом его одели в новую белую шёлковую тунику Затем он надел новый фиолетовый халат Слуга подвязал ярким красным пояском Его пухлую талию На ногах у него были красные и бархатные туфли Вышитые золотой нитью Другой слуга Натянул золотые и бриллиантовые кольца На короткие королевские пальцы Королевский парикмахер Причесал всколокоченные волосы И королевскую убородку Наконец король Почувствовал Что выглядит Прекрасно Он посмотрел на красную подушку Где обычно лежала его корона И ужас, ужас Усыпанная драгоценными камнями короны Не было на месте О-о-о-о Что же это за катастрофа? Сами понимаете, король на самом деле не король Если он не носит корону Так, что всем ясно Почему он был так расстроен? Он не стал звать своих слуг И начал искать свою драгоценную корону самостоятельно Он посмотрел под кровать Пошарил в буфете Он обыскал шкафы Посмотрел в обувном комоде Он даже заглянул внутрь шкафа Королевы Но короны Нигде не находилось Король поспешил в зал Для завтраков И заглянул под сто стульев Он пошел в комнату для ужинов И осмотрел двести и пятьдесят стульев И длинных столов Но короны нигде не было Лицо короля Раскраснелось Ноги устали Но найти корону было очень важно Он пошел в конюшню Посмотрел там все под ногами лошадей Пошел в королевский бассейн И исследовал дно Сквозь ясную голубую воду Именно в этот момент прозвучали трубы Королевский гость прибыл А король Так и не нашел свою корону О, Боже, сказал царь в панике Мой гость уже прибыл А я еще не нашел Свою корону Что же мне теперь делать? Он схватился за голову В отчаянии И его руки коснулись чего-то твердого Это была его королевская корона Она была на голове все это время Какой же я глупец Радостно сказал король с облегчением Обнаружив свою корону Но теперь мне интересно Где же я оставил Свою пурпурную мантию О, Боже, мой Я не могу встретиться С моим благородным гостем Без моей новой пурпурной мантии Скажавший это Король снова умчался прочь Ища свое королевское одеяние Ну, давайте пожелаем Несчастному королю Найти свою мантию Как можно Скорее Вот такая сказка Кто слушал Всем большой от меня поклон Спасибо За встречу Приходите, пожалуйста Еще найдем Новые сказки И прочитаем Вместе с вами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok